Итак, друзья, давайте мы, заключая уже послание к семи церквам, сегодня еще раз откроем третью главу Откровения и начнем читать 14 стиха, Откровение, 14 стих 3 главы и дальше. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ничем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, «Инак, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. «Итак, будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухода слышит, что дух говорит церквам». Друзья мои, чтобы нам лучше понять ситуацию, которая сложилась тогда в Ладикийской церкви, и сегодня я хотел бы, чтобы мы прежде всего обратились немного к истории. Город Ладикия был основан примерно в 2050 году до Рождества Христова царем Антиохом Сирийским и был назван в честь его жены Ладикии. Этот город был построен подобно Риму на семи холмах, и окружен высокой стеной. Здесь находилось три мраморных театра и собор. Город Ладикия имел некоторые особенности, которые наложили свой отпечаток на этом послании. Во-первых, друзья, это был крупный финансовый и также банковский центр. Это был один из богатейших городов того мира. Я бы сказал, самый богатый город из всех тех, о которых мы уже с вами говорили в этом году. Но так случилось, что в 61 году нашей эры, подобно некоторым другим городам, этот город очень сильно пострадал от землетрясения. Этот город практически совершенно был разрушен этим природным катаклизмом. И римское правительство, под юрисдикцией которого была в то время Ладикия, как и другим городам, предлагало свою помощь для того, чтобы восстановить этот город. Но жители этого города Ладикия были настолько богаты, были настолько независимы, были настолько, может быть, даже надменны, что они отказались добровольно от помощи центра Рима и решили своими силами восстановить этот город. И они это сделали, у них это получилось. Почему? Потому что у них было очень и очень много денег. Неудивительно поэтому, что Ладикия могла хвастаться, потому что она богата, разбогатела, что она ни в чем не нуждается. Прежде всего, в материальном. Она была так богата, что ей не нужен был даже сам Бог. Во-вторых, этот город был центром текстильной мануфактуры. Вокруг этого города очень часто можно было наблюдать картину, когда паслись стада овец, которые ославили своей мягкой, блестящей фиолетово-черной шерстью. И жители этого города изготавливали из этой шерсти одежды. И вместе с тем они тоже гордились этим, потому что такой шерсти нужно было еще поискать. И не замечали того, что, хотя они красиво одевались, богато одевались, но вместе с тем они были совершенно наги в глазах Бога. И в-третьих, Ладикия представляла собой также крупный медицинский центр, в котором работала знаменитая медицинская школа. Эта школа славилась на весь мир, не только тогда на Малую Азию, но далеко за ее пределами люди слышали о том, что именно здесь, в Ладикии, в этом медицинском центре, изготавливались мази, изготавливались мази для ушей, для глаз. И в то же самое время, хотя там очень хорошо научились лечить зрение, лечить слух, но город Ладикия был глух и слеп в глазах самого Бога. Как же обстояли дела в Ладикийской церкви? Что там происходило? Надо заметить, что Ладикийская церковь составляет печальное исключение из всех семи церквей, о которых мы с вами говорили. Лишь об этой седьмой церкви воскресший Иисус Христос не нашел сказать ничего доброго. Эта церковь являлась полной противоположностью Филадельфийской церкви, о которой мы с вами говорили в прошлом месяце. В то время, когда Филадельфийская церковь не заслужила от Бога никакого упрека, эта же Ладикийская церковь не заслужила от Бога совершенно никакой похвалы. Трагедия церкви Ладикийской заключалась в том, что она была убеждена в своем богатстве, но она не видела, она была слепа в своей нищете. С человеческой точки зрения, я уже сказал, в Малой Азии не было более богатого и процветающего города, чем Ладикия, но в духовном смысле, в духовном отношении Христос характеризует эту церковь как наиболее сильно бедствующую общину. И вот к этой церкви, в глазах или в членах которой Господь не находит ничего достойного похвалы, Он обращается со словами, говоря, «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божья». Слово «Аминь» означает, как мы знаем, «Да будет так, да будет так», и подразумевает здесь высшую и конечную власть Бога над всем видимым, над невидимым, над людьми, и над всем, что происходит в этом мире. И вот обращаясь к этими словами к ладикийцам, Он призывает их не заблуждаться, Он призывает их не подвергать сомнению то, что будет им сказано далее, потому что все то, что говорит Христос здесь, Он же является также и чистейшей истиной, и абсолютной верностью. К сожалению, христианство в последнее время не характеризуется тем, что по отношению верному и истинному многие проявляют свою неверность. Но и здесь, к этой церкви, Господь обращается прежде всего со словами, «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих», сказал Христос. Заметим, что каждое из этих посланий обращается или начинается одинаковыми словами. И сегодня я хотел бы, заключая это путешествие по семи церквам, чтобы мы еще раз запомнили эту истину прежде всего, с которой Христос однажды обратился и к этой церкви Ладикии. «Знаю твои дела». Христос говорил, «Знаю твои дела церковь Ефесия, знаю твои дела церковь Смирне, в Пергаме, в Феотире, в Сардисе, в Филадельфии, знаю твои дела церковь Ладикии». И сегодня Христос мог бы тоже сказать, «Знаю твои дела церковь Сакрамента, знаю твои дела мой брат и сестра». И это для нас еще более важно, потому что мы в другой раз думаем, что Христос знает в целом все и в общем, но Христос не только знает все в целом и в общем, Христос знает совершенно до деталей мою и твою жизнь, мой брат и сестра, мой друг. Вот что сегодня нам нужно помнить, что Христос знает наши дела. Христос знает полностью до деталей все, что происходит в жизни каждого из нас. Не будем забывать об этом. И каждая из церквей заслуживает какой-то похвалы от Господа, кроме последней ладикийской. Она вызывала у Христа чувство сожаления и даже точнее сказать чувство отвращения, будучи теплой. Что значит теплая церковь? Что значит теплый христианин? Мы читаем здесь, что Христос говорит, о, если бы ты был холоден или горяч, но ты теплый. О чем мы сегодня должны запомнить, что такое теплота христианства? Кто такой теплый христианин? Под определением теплый нужно понимать таких христиан, которые с одной стороны вроде бы еще не заблуждаются. Они не находятся в явной ереси. Они не являются неверующими. Они являются членами церкви. Они приходят, может быть, регулярно на собрания. Они участвуют, может быть, даже в некоторых активностях. Но, с другой стороны, эти же теплые христиане не показывают себе или не имеют себе огонь горения для Христа. Мы не находим в том, что действительно они делают это от души своей, от всего сердца, служая и поклоняясь Господу. Они относятся к Господнему учению, так сказать, их служению с прохладцей. Они уже давно потеряли способность зажигать других. И в этих людях, в теплых христианах больше не видно благотворного запаха Христа и вкуса милосердия Господа. Присутствие такого человека в той или другой среде или, может быть, компании среди людей не вызывает уже ни благотворного, ни излечивающего воздействия на окружающих его людей. Такой христианин больше склонен уже не бороться, но смиряться со своими грехами. А также с грехами других людей, которые живут во грехе, теплых христианин больше не слышат зол любви Божией и обличающий голос своей совести. Как бы это странно кому-то не показалось, но нужно прямо сегодня сказать, что теплые христиане в силу своей чрезмерной толерантности к греху или терпимости к греху способствуют духовной погибели окружающих их людей. Понятие теплоты христианина также тесно связано с таким понятием, как безразличие или равнодушие, которое также Господь беспощадно осуждает. Кто-то сказал, что хорошую биографию, хорошую историю может написать тот, кто любит своего героя или ненавидит его, но не тот, кто безразличен к нему. То есть тот человек, кто не питает чувств ни тех, ни других, он не может написать хорошую биографию. Не секрет, что в жизни нашей гораздо чаще или чаще всего проще иметь дело либо с горячими, либо с холодными людьми, потому что ты понимаешь, например, что от них ожидать. И очень сложно бывает нам жить или работать с теми людьми, которые теплые, которые и не там, и не там, которые, как говорят в народе, ни рыба, ни мясо. Простите за это сравнение. Друзья мои, великая трагедия церкви последнего времени заключается именно в безразличии, в равнодушии, в теплоте многих ее верующих. Но истинный христианин не может быть нейтральным. Истинный христианин живет со Христом и для Христа, но не для этого мира и для князя этого мира. По этому поводу Писания неоднократно предельно ясно говорит. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. И здесь перед каждым из нас сегодня должны бы встать вопросы, проверяя свою жизнь, мои братья и сестры. Я хочу, чтобы сейчас каждый из нас в тишине своего сердца задал себе вопрос, а для кого я живу сегодня? Да, может быть, большинство из нас ответит, ну, я же верующий человек, я же христианин или христианка, я живу, конечно же, для Бога. Но каково мое влияние сегодня на окружающих меня людей? Что происходит вокруг меня? Как я влияю на других людей? Всегда ли я действую на них освежающим и лечащим образом? Или, может быть, я в силу своей тепловатости? В лучшем случае никак не воздействую. Друзья мои, кого видят во мне окружающие меня люди, что они могут сказать обо мне? Видят ли они в моей жизни Христа, который изменил мою жизнь и который явно виден также для других людей? Или не видят во мне, может быть, только лишь кого-то другого, постоянно недовольного, обиженного, ропщущего, еще что-то высказывающего, критикующего всех и вся. Друзья мои, кого сегодня видит в моей жизни, в твоей жизни, мой друг? Кого сегодня видят другие люди? Одну молодую девушку, христианку, однажды спросили, кем бы она хотела стать в своей жизни? И она, так немножко задумавшись, потом мудро ответила, благословение. Это весьма хороший ответ, друзья, но чтобы стать благословением для других людей, нам нужно прежде всего гореть для Христа. Нам нужно прежде всего полностью жизнь нашу посвятить для Христа, чтобы он был не только на словах наших, но в жизни нашей. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то и извергну тебя из уст моих. Этот образ навеян, возможно, тем, что в древности на праздничных мероприятиях при совершении каких-то других религиозных церемоний люди пили либо горячие, либо холодные напитки, но никогда не употребляли теплые. Для ладикийских христиан этот образ был исполнен особого смысла еще и потому, что в то время в этот город вода подавалась уже по трубопроводу, в то время уже это было, с соседнего города Иераполя. И пока она достигала этого города, ладики, она становилась неприятно теплой. Она была и не холодной, и не горячей. Она была теплой водой. И эту воду нужно было пить. Смотрите, друзья, когда мы вот сейчас летом, летний зной, мы хотим утолить жажду, какую воду мы хотим попить? Горячую, холодную, теплую, кто какую, друзья. Я думаю, что большинство или подавляющее большинство, наверное, все-таки хотели бы холодной водой утолить свою жажду. Ну, может, кто-то чай пьет или что-то другое, горячее. Может быть, и такое. Но, друзья, что теплое, я думаю, никому из нас не нравится. Наоборот, когда мы кушаем, нам нравится либо горячая пища, либо холодная пища. Теплое очень часто даже сводит наш желудок, как она и вода не утоляет нашу жажду. Не так ли, дорогие друзья, но именно теплое влияние оказывали христиане, владики, и на других людей. И Христос, глядя на эту церковь, глядя на то, какое они влияние оказывали на других людей, Он, конечно же, это не одобрил. Он сказал, что «извергну тебя из уст моих». Что значит это слово? В современном русском языке надо было бы написать «Я просто выплюну тебя из своего рта, такую воду, которая теплая, которая не утоляет мою жажду». Как бы сурово это ни звучало, но из прочитанного отрывка можно заключить, что лучше в общении вставать на христианский путь, чем вступив на него, скатиться на позиции мертвого, банального и неосмысленного христианства. Конечно же, друзья мои, правильное духовное состояние – это не холодное. Это горячее состояние, и холодное состояние – это не что иное, как духовная смерть. Но человек, находясь в холодном состоянии, он в другой раз проще реагирует. Он понимает, что он без Христа, что ему нужно спасение, нужно прощение его грехов. И Слово Божие, когда звучит такому человеку, есть гораздо больше шансов, что он найдет успех, и найдет отклик в его жизни, в его сердце, и поменяет его жизнь. В теплом же состоянии человек слушает, на протяжении, может быть, лет, и пропускает, так сказать, все, может быть, мимо себя, послушал, ушел и забыл. И человек, как в той ладикийской церкви, богат, разбогател, и ни в чем не имеет нужды. Он не видит своей проблемы, он не видит необходимости изменения в своей жизни. Вот в чем беда, вот в чем особая опасность теплого христианства. Если бы, друзья мои, у всех нас было горячее христианство, насколько бы другим был бы мир, насколько бы другая была бы наша церковь, наши семьи, наши отношения с ближними и дальними, если бы каждый из нас был горячим христианином и христианкой. Вот к этому нужно всем нам стремиться. Вот сегодня я хотел бы, чтобы каждый из нас проверил и сделал заключение о себе, кем я сегодня являюсь. Являюсь ли я сегодня горячим для Христа, или, может быть, теплым, а может быть, и вообще холодным. Может быть, я вообще, приходя в церковь, но я никогда не был близко знаком с ним. Кем сегодня являешься ты, мой друг? О духовной тепловатости ладикийцев цилиствовали их самодовольство, их удовлетворенность материальным богатством и неспособность при этом увидеть свою духовную нищету. Ибо ты говоришь, я богат и разбогател, и ни в чем не имею нужды. Не так ли, друзья мои, обстоят дела с некоторыми из нас? К сожалению, живя в Америке в это время, друзья, многие из нас, христиан, живущих здесь, намного больше, я уже когда-то говорил, ценят сестру Тойоту или Хонду, а также брата Доллара, чем служение Господу. Друзья мои, это реалии нашей жизни. Кого мы сегодня больше ценим? Эта проблема в наше время является бичом для многих христианских церквей. У тепловатых христиан уже нет больше твердых убеждений. Они склонились к корню всех зол, предались сребролюбию, их душа обнищала, очерствела. Такие люди, вопреки своему, может быть, богатству, стали бедными даже среди бедных. Потому что прежде всего речь идет о душе людей. Это бывают и молодые люди, но также люди и старшего возраста, которые оставляют без внимания призывное Слово Божье. Потому что в них всегда есть дела, которые кажутся им очень важными, очень срочными, очень необходимыми и неотложными, чем жертвенное служение Господу, чем служение для Него, для блага своих ближних. У тепловатых христиан уже больше нет ни смелости, ни силы решительно отказаться от всего плохого, сомнительного. Такие люди крепко остаются привязанными к земным вещам и не растут дальше в вере. Может быть, они и не говорят, что я богат и разбогател, и ни в чем не имею нужды, но они живут в своей жизни так, что этим словом, как нельзя точнее, можно выразить стиль или, скажем так, образ их жизни. Тем самым они считают, что не нуждаются ни в коррекции, ни в предупреждении, ни в исправлении, ибо внешние дела у них, кажется, идут более-менее хорошо, но в глазах Бога они слепы, и если говорить о вечности, то не видят того, что давно уже потеряли. Братья и мои сёстры, понятие теплоты христианства также тесно связано с таким понятием, как леность. Другими словами, теплота христианина – это следствие его лености в служении Богу. В церкви мы часто слышим проповеди на самые различные темы. Может быть, очень редко, я так вспоминал, когда последний раз мы говорили вообще о лености в служении Богу. Наверное, не очень часто. Но вместе с тем, друзья, это очень важная, актуальная тема. И Библия говорит, что к ленивому не благоволит Господь. Лень является также причиной очень многих других грехов. Помните притчу о талантах? Помните, когда раб, который не хотел работать, который закопал свой талант, и когда он однажды встал перед своим господином, то что сказал ему господин? Он сказал ему, помните, какие слова? «Лукавый раб и ленивый». Друзья мои, лукавство и леность часто идут рука об руку. Поэтому, как много в церкви теплых, ленивых, так сказать, христиан, которые только суетятся, которые очень часто проводят время во многих различных нескончаемых разговорах, может быть, дискуссиях, интригах, и совершенно ничего не делают в деле благовестия, в деле служения Господу теми или другими способностями и талантами, которыми наделил их Господь. Не секрет, друзья мои, что практически в любой церкви максимум трудится, ну, третья часть, иногда даже и пятая часть членов церкви. Но, а где же остальные? А чем они заняты? Где основная часть церкви? Чем она занята? Для увеселительных мероприятий, для путешествий, для, может быть, телевизора, для компьютера, для, знаете, может быть, разговоров часовых, там по телефону, еще где-то, для любимой работы, для, может быть, семьи, наконец, всегда находится время. Всегда для всего есть время. Находят время другие, чтобы часами, может быть, выстоять у зеркала, чтобы украшать себя различными дорогими вещами, чтобы прийти, может быть, другой раз и в церковь, простите, друзья, полураздетыми и хотящими кого-то здесь удивить. И нужно сказать, что нередко у таковых людей, теплых христиан, это и получается. Но помните о том, что и удивить-то можно с разной стороны. Резко и даже страшно звучат слова самого Христа, обращенные к таковым христианам. Ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Золото, как известно, является символом материального богатства. Владикийцы были богаты, однако Христос советует им купить у него золото, написанное огнем очищенное. Не обычное золото, а то, которое очищено огнем житейских трудностей, испытаний, посредством которого они могут прославить Бога и стать воистину богатыми. Божье золото, это прежде всего вера, это его всесильная благодать, это духовное богатство. Люди этого города одевались в красивые шерстяные одежды, преимущественно черного цвета, но для исцеления души, Господь говорит, вам нужно нечто другое, для покрытия своей ноготы. Христиане-лайдики нуждались в другое, именно в белой одежде, одежде праведности, верности, которую Господь дает совершенно бесплатно каждому человеку, кто искренне нуждается в этом, кто просит у него этой одежды. И еще Христос также советует им помазать глаза своей, глазной мазью, то есть бальзамом Святого Духа, который способен просветлять их духовное зрение, который исцеляет их от духовной слепоты. Великая трагедия церкви последнего времени заключается именно в том, что многие христиане уже больше не надеются на Христа, не могут больше видеть его своими духовными глазами, они потеряли его уже из виду, они не взирают на начальника и совершителя веры, как к тому призывают Писания постоянно, но уже и глаза плотно закрылись, или закрыты греховной мазью этого мира. Таких христиане часто истолковывают Библию свободно, либерально, на свое усмотрение, как им выгодно, что им больше нравится, что подходит, а что не подходит, оставляют в стороне, чтобы оправдать свою, может быть, ленность, может быть, свое равнодушие, свою теплоту. Они ищут оправдание в том, что наше время, возможно, якобы, более тяжелое, более имеет различных искушений, чем когда-либо то ни было. Но, друзья, не будем забывать о том, что, несмотря на то, что сменяют друг друга эпохи и общество, а вместе с ними и наши представления о некоторых наших житейских вещах, но вместе с тем Бог наш, которому мы его сложим, в которого мы уверовали, Он остается неизменен. Христос, написано вчера, сегодня, и во веки тот же. И перед этим Христом мы однажды предстанем для того, чтобы держать ответ, и Слово Его является также неизменным. Где бы мы ни жили, в странах любившего союза, или в Америке, сколько бы лет, где мы бы ни жили, кем бы мы не являлись в своей жизни, какого бы мы социального статуса не достигли, друзья, в конце концов, это не играет никакой роли. Играет роль, прежде всего, решающую то, кем я являюсь в глазах Божьих, как я исполняю Его Святое Слово, как я живу, во всем ли я повинуюсь Святой Божественной Воле. Чудесно, однако, что, несмотря на вот это ужасное духовное состояние этой церкви, я все ищу открыт путь к возвращению, и дальше Христос продолжает, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Итак, будь ревностен и покайся. Христос обличал эту церковь не потому, что Он относился к ней с нелюбовью, может быть, с каким-то особым презрительным отношением. Нет, друзья, Он говорит, что, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Христос любил эту церковь, ладики, и Христос ей давал шанс, призывал ее к тому, чтобы она покаялась, чтобы она обратилась от своих недобрых дел, вышла из состояния своей теплоты. И, друзья мои, и сегодня Господь сильно любит также и всех нас, каждого из нас, мой брат и сестра, мой друг. И сегодня Христос хочет, чтобы мы посмотрели, глядя на ладики, на свое духовное состояние. Еще раз задумались о тем, о том, что делаю я сегодня с безмерной любовью Божией, зовущей меня на путь покаяния, на путь исправления. Друзья мои, что мы сегодня делаем, как мы поступаем, являемся ли мы действительно теми людьми, которым благоволит Господь, которые всегда поступают по слову Ему, по слову Его. Сегодня есть еще шанс для того, чтобы каждому из нас не только проверить свою жизнь, не только, может быть, сделать какие-то выводы о необходимости покаяния, но и сделать именно то, ведь искреннее покаяние перед Богом способно в полной мере возвратить все то, что утеряно в духовной нашей жизни. И Христос дальше рисует картину, проникающую в душу картину, что Он себя самого рисует, стоящего в запертой двери и говорит, «Се, стою у двери и стучу». Христос стучит уже, стоя за дверью. Мы очень часто эти стихи читаем, или, может быть, читали, мы их цитируем, когда мы говорим с неверующими людьми, что Христос стоит и стучит их сердце, друзья. Может быть, это не является ересью, но в контексте этого отрывка прежде всего нужно нам понять, что речь здесь идет о церкви, о том, что Христос у этой церкви в Ладике оказался почему-то уже за дверью. Он стоит вместе с тем у дверей и стучит. Христос мог бы открыть, Христос мог бы зайти, может быть, даже без стука, но Христос нежно стучит. Христос хочет войти, но ожидает, чтобы эта дверь была открыта хозяином этого дома. И сегодня, друзья, у теплых христиан Господь стоит и стучит в эту дверь и ожидает, что эта дверь, что эта ручка двери повернется изнутри, и владелец этого дома откроет эту дверь для того, чтобы упустить его. И он говорит, что я войду к нему и буду вечерять или ужинать с ним, и он со мною. Пока Христос стоит за дверью, людям недоступны неподлинное братство, неистинное богатство, которое дается лишь тем, кто широко распахнул дверь своего сердца для божественной благодати. И этот призыв, друзья, прежде всего, еще раз хочу сказать, направлен к нам, к людям верующим, к теплым христианам, к тем, кто потерял уже первую любовь, те, кто скатился на позиции, может быть, номинального христианства, теплого христианства. Подумаем сегодня об этом. И только лишь отвечающему Христу, только тому, кто услышал стук Его, кто отворяет Его дверь, и потом написано постоянно побеждающему, побеждающему всякий грех, побеждающему свое я, побеждающему свою гордость, свою лень, Христос обещает право сесть с ним на его престоле и разделить с ним славу, победы там уже в вечности. Итак, друзья, еще раз заканчивая эти семь посланий, семи церквами сегодня беседуя об этой ладикейской церкви, я хотел бы, чтобы сейчас еще раз каждый из нас в тишине своего сердца подумал о том, кем я сегодня являюсь, кому я принадлежусь сегодня, если я действительно горячий христианин, если я любящий его от всего сердца, от всей души, если я тот, кто действительно живет для Бога, не только на словах, но в жизни своей, слава Богу, я сегодня не хотел бы в ком-то разрушать веру или вызывать какие-то сомнения недобрые, если Дух Святой говорит Духу вашему, Духу нашему, что мы дети Его, что мы, у нас все правильно, все по Слову Божьему, слава Господу, будем дальше продолжать радоваться, гореть для Христа, жить и служить Ему, вместе с тем, друг дорогой, если ты слышишь сегодня в твое сердце стук Христа, если ты слышишь, что Христос стучит в твое сердце, напоминает тебе о чем-то в твоей жизни, о чем-то недобром, о чем-то греховном, о том, что ты не так делаешь в своей жизни, то помни о том, что Христос находится уже за дверью твоего сердца, Христос уже находится там, за храмом твоего сердца, и он желает войти в него для того, чтобы измениться в нем, для того, чтобы преобразить твою жизнь, чтобы зажечь в тебе первую любовь к нему. Слышу ли я сегодня этот кроткий стук Христа? Слышу я сегодня этот нежный голос? Как отвечу я сегодня на его стук, на его призыв? Как ответишь ты сегодня, дорогой друг? Вот об этом нам нужно сегодня думать. Скоро Иисус Христос придет за своей церковью, и мы живем в последнее время, об этом мы, может быть, уже много слышали о том, что Христос скоро придет за своей церковью. Мы не знаем, сколько еще осталось, но знаем, что живем в последнее время, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот о чем сегодня нужно думать каждому из нас, мой брат и сестра. С какой верой я служу сегодня моему Господу? С какой любовью, с каким доверием найдет ли Господь веру в моей жизни, в моем сердце, когда Он придет однажды за своими? Готов ли я буду встретить своего Господа тогда? С чем предстану я пред Ним? Волнуют ли эти вопросы все еще меня сегодня? Волнуют ли они тебя, мой брат, моя сестра, мой друг, с чем мы предстанем однажды перед Господом? Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквам. И сегодня Дух Святой говорит не только руководителям, пресвитерам этих церквей, этих семи церквей, но еще раз напомню, что это слово обращено к церквам. Дух Святой говорит церквам. И к нашей церкви сегодня Господь обращается с этим словом. Слышу ли сегодня этот голос Святого Духа? Что Он говорит лично ко мне? Он говорит не просто в общем, как я уже сказал, Он говорит сегодня каждому из нас. Слышу ли сегодня Его голос, Его стук? Если слышу, то что я делаю во свете того, чтобы однажды, когда я предстану пред Богом, услышать в свой адрес слова, такие желанные, о чем мы, может быть, тоже нередко говорим, любим их цитировать, хорошо, добрый и верный раб. В малом Ты был верен, над многим Тебя поставлю, войди в радость Господина Твоего. Что мы делаем для того, чтобы однажды услышать эти слова из уст самого Господа? Пусть Господь даст нам сегодня еще больше мудрости, дальше больше даст духовных сил основательно проанализировать свою жизнь, свое хождение пред Богом, свое служение Богу и ближним своим, и свое следование за Богом, чтобы еще, еще и еще больше гореть для Него, чтобы не быть теплым, чтобы быть тем, действительно, кем бы Господь был доволен всегда, на всяком месте, не только тогда, когда мы находимся в церкви, но когда мы в домах своих находимся, когда мы находимся где-то, может быть, на работах своих, на учебах, в машине, где-то еще, друзья, чтобы Господь, глядя на нашу жизнь, на то, что мы говорим, что мы делаем, что мы думаем, чтобы Господь был доволен нами, чтобы нам еще более эффективно трудиться для Господа, для Его славы, чтобы нам, действительно, всем быть горячими христианами, но не теплыми и, конечно же, не холодными. Помоги и благослови нас в этом, сам Бог. Аминь.